Представляю CGPods, самые надежные и удобные наушники в России. Сегодня их можно купить в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods. По количеству функций выигрывают у яблок. Главное, что CGPods можно мыть под краном. Также важно, что звук у CGPods ни разу не хуже яблочных. Автономность 20 часов. Миниатюрные лайты в кейсе антистресс или брутальные 5.0 в кейсе из авиационного алюминия выдерживают до 220 кг. 11 команд управления и благодаря конструкции отлично сидят в ушах. 1 год гарантии на ремонт и замену. Переходите по ссылке в описании, там вас ждет промокод POST-ROSSIA на скидку 200 рублей. Действует на любые модели наушников. Уже через год машины КамАЗ поколения К5 будут полностью локализованы в России. Казалось бы, локализовать такую сложную машину как К5 менее чем за год просто нереально. Это правда, но все дело в том, что процесс локализации начался уже довольно давно, его просто несколько ускорят. Многие скажут, разве могут в России заместить электронные системы, такие как ABS, ACP и другие? Ведь для К5 электронику делают такие авторитеты, как Bosch и Wapco. В этом видео для вас мы ответим на этот вопрос. Взгляните на эту фотографию главного редактора сайта «Сделано у нас» Романа Ковригина. Знаете, где именно стоит этот КамАЗ серии К5? Что это за улочка такая? Что за здание по сторонам? А он стоит во дворе одного из заводов в Москве и занимается этот завод производством электроники, в основном автомобильной электроники, в том числе и электроники для завода КамАЗ. Так вот, эта машина тут находится для испытаний, то есть на этом заводе делают электронику для КамАЗа, в том числе занимаются разработкой и новейших электронных систем. Есть на заводе вот такой стенд, на котором размещены многие, но далеко не все разработки компании. Кое-какие из них замылены, так как они пока что еще секретные. Тут мы видим много всяческой автомобильной электроники, вот например панель приборов того самого КамАЗа К5. Здесь даже делают системы умной парковки и помощи у водителей для Aorus. Системы кругового обзора, парктроники, климатические и мультимедиа системы, ну и конечно системы управления двигателем для всех отечественных автомобилей. Это огромный, хорошо оснащенный производитель и разработчик электроники. Даже один московский завод впечатляет, а их у компании целых три. Производитель обладает еще и серьезной испытательной базой, где тестируются изделия как отдельно, так и в составе автомобильной и двигателей. Вот это УАЗ в климатической камере. Это стенд для испытания системы управления двигателем. Конечно компания обладает и мощным конструкторским бюро, разрабатывающим всю эту электронику. Таким образом здесь реализован полный цикл производства от разработки до конечного продукта. И у нас нет вообще никаких сомнений в том, что на таком современном и мощном производстве смогут разработать и произвести все что угодно для полной локализации КамАЗа К5. Друзья, из-за последних событий с Ютубом рекомендуем вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного, уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok